Человек человеку рознь. Счастья, здоровья. Первый рабочий день у меня был на объекте ровно год назад, 1 ноября. Как давно ты вообще в сфере электричества работаешь? Лет, наверное, последние 8. Даня, здорово. Привет. Что, как ты в компанию попал, расскажи. Мы же всех спрашивали, так у тебя не спасили. Это очень незаврядная история. Через TikTok. Вкратце расписал, здравствуйте, требуется ли я такой-то, такой-то, оттуда, оттуда. Занимался тем-то, тем-то. Умею то-то, то-то. Могу это, это. Ты так и написал? Ну, в общих чертах, да. И как, ты написал Стасу, да? Он потом тебе на Женя отправил? Да. И как ты приехал потом, я так понимаю, сюда? Мой первый день и знакомство вообще, в принципе, со всеми происходило на объекте. А, ты прям на объек поехал? Первый рабочий день у меня был на объекте ровно год назад, 1 ноября. Серьезно? Да. Блин, ты что, вообще, мы видишь, кворим подгадали с тобой. Ну, а ты подарок мне принес вообще? Она же памятная дата с тобой. Я подумал над этим. Хорошо. Алисатель. Хорошо. И как ты приехал на объект? Что там было? Ты какую-то уже выполнял там функцию или ты чисто разговаривал? Да, непосредственно. Сразу включились в работу. Сразу пускал на ладку, да? Так сказать, не словом, а делом. И что, тебе за первый объект заплатили уже деньги? Или ты так, на вольных? Так у нас же не платят от объекта. У нас зарплата и бонусы. Ставка 14-й очередной, так у меня, да? 12. 12, точнее, я забыл. Бонусы хоть нормальные? Еще пару тысяч хоть накидывают? Ну, если я здесь уже год, то, наверное, да. Ровно год ты работаешь, да? Да. Что происходило в компании за год? Такое, что тебе запомнилось? Да все, наверное. Каждый день могу тебе переписать. Я же конспектирую. Серьезно? Ну, конечно, нет. Не, на целый день нам не хватило, конечно. Как вообще адаптация проходила? Ну, типа, ты там начал со всеми знакомиться? Да, в принципе, легко. Как таковой его вообще и не было на самом деле. На одном дыхании, если так сказать. А сколько инженеров было, когда ты приехал? Четыре. А сейчас сколько? Шесть. Кого-то уволили или просто добавили одного? Добавили. Добавили одного. Хорошо. Ты, как, квалификация твоя была, когда ты приехал? Какая? То есть, уже там максимально ты был как электрик, инженер, уже на своем уровне или ты тут еще развивался? Да, в принципе, любая работа дает тебе какое-то развитие. Ну, если ты приходишь и для себя ничего нового не подчеркиваешь, то это значит, наверное, не то место работы там, где тебе нужно в принципе работать. Я, как молодой специалист, обязан развиваться. И эта работа, по крайней мере, мне дает эту возможность. Как вообще Жека? Он же технический директор. Он очень сильный в плане всяких этих работ, инженерии, электрики и так далее. Ну, за год совместной работы я ни разу не видел, чтобы он где-то хромал. Ты у него много чего научился? Подчеркнул многие, да, для себя качества. Даже и личные, и рабочие, если так разобраться. Смотри, ты пришел в компанию год назад на определенные условия, ну, с определенной квалификацией. Квалификация повысилась, а условия работы финансовые? Да, увеличились кратно. Да? Кратно. Насколько кратно? Это уже личный вопрос. Слишком скрытый, Даня. Ну, у нас же с тобой сейчас идет, грубо говоря, публичная запись, а ты мне задаешь личный вопрос. Какую перспективу для себя ты видишь в компании? Есть какая-то цель, там, вырасти до определенного, там, звена, руководителя отдела или... Да, я, в принципе, не преследую никакой цели. Ты как самурай. Да, как самурай. Самурай не цель. Есть сегодняшние задачи, которые нужно выполнить. Угу. Как сейчас вообще по задачам? Их очень много? Очень много. Мы с монтажниками общаемся, а то они говорят, что не выходные, а выпрашивают. Ну, если у меня выпадает один выходной... В месяц? Ну, нет, ну, хотя бы раз в 2-3 недели, то это значит, у нас все, работы нет. Ага, даже так? Да. А что так? Ну, с Стасом общаемся, он вроде говорит, что как-то не прям и много продаются станции сейчас, но работы при этом достаточно много. Я не знаю, это надо у Стаса спросить. Может, Стас прибедняется чуть-чуть? Возможно. Как давно ты вообще в сфере электричества работаешь? Да, лет, наверное, последние 8. Ого. И при этом всем ты за этот год еще вырос как электрик? Ну, смотри, я же работаю непосредственно в солнечной энергетике, а она как таковая, возможно, развита, но я с ней не сталкивался непосредственно в своей работе. Ага, то есть это первый твой опыт в компании, именно по солнцу. И как ты приехал, там первые твои объекты были какие-то факапы? Нет. Нет. Ну, с твоей стороны нет, а со стороны там логистики какой-то, что ты приехал на объект, чего не хватает? Ну, ты понимаешь, что сфера стройки, она вообще априори не может быть без факапов. Это человеческий фактор. А там, где присутствует человек, там априори не может быть безошибочно все. Ну, а были какие-то очень тяжелые объекты, где вы там прям закрывались инженерами, думали, как это все туда уместить? Ты знаешь, тяжелые объекты это такое размытое понятие. Есть понятие неудобный объект. Техзадание, допустим, изначально при выезде туда может казаться легким, но сам объект может быть тяжелым. Неудобным в плане монтажа, пуска-наладки, понимаешь? Вот самое неудобное место для монтажа было у тебя за всю историю, пока ты строил? Да я не выделяю так. Ну, я тебе не могу сказать. Ты знаешь, я как-то пытаюсь подчеркивать только положительные качества, а негатив я как-то пытаюсь даже и не запоминать. Хорошо, давай по положительным качествам пройдемся. Что приятного ты находишь для себя в компании? При работе, при общении? Ну, для меня первоочередно это коллектив. Если коллектив хороший, то и ты для себя видишь какие-то, знаешь, перспективы на долгосрочное сотрудничество. Ну, в этом плане я для себя вижу это. А как вообще отношения с руководителями у тебя? Со Стасом, с Женей? Каких вы отношения? Это хороших. Ну, это более товарищеские, такие дружеские или все-таки субординация присутствует? Ну, мне кажется, что на работе нет места дружбы. Ну, честно тебе скажу. Но все-таки в этом случае имеет место быть. В принципе, можешь сказать, что с руководителем и вы друзья. Да ну, как? Это очень громкое слово «друзья». Ну, в хороших, доверительных отношениях. Я понял. Если какая-то личная какая-то проблема, ты можешь обратиться? Ну, я так понимаю, ты больше Женя работаешь. Да. Он твой непосредственный начальник. Можешь обратиться по личным кем-то? Ну, за прошедший год их, в принципе, не возникало. Поэтому, если бы у меня была бы такая ситуация, я бы обратился. Я мог бы дать свой комментарий. А так говорить об абстрактных вещах, могу или не могу, это, знаешь, такое. По поводу публичности вообще, компания публичная максимально, снимается все, полный лайв, без каких-либо постанов, распаковок и так далее, прям снимается все как есть. Как тебе вообще так работать? Прикольно, весело или чуть-чуть напрягает там, что за тобой ходишь с телефоном? Я понял, ты. Мне кажется, что в наше время, в принципе, без этого невозможно нормально работать, сотрудничать. Потому что сейчас время такое. Ты либо показываешь все изнутри, как оно есть, и ты работаешь. Ну, это же все равно двигатель прогресса. Ну, показывается прям вообще все, то есть ничего не скрывается абсолютно? Ну, абсолютно. Как, Стас, когда на бег залетает? Прикольно, ты сразу перестраиваешься вообще именно в, ну, как работу на камеру или ты так? Да нет. Вообще все равно? Нет, я же не актер, я же электрик. А первое время, ну, ты же пришел, у тебя же не было такого опыта? Да я тебе честно скажу, у меня и по сей день есть чувство неловкости. Знаешь, все равно, вроде, ну, там смотришь телефон, камера, ну, что там такого? Но все равно начинаешь плыть, я тебе честно скажу. Ну, просто давление того, что много людей, наверное, увидит. Ты начинаешь думать, о чем ты в обычной жизни, грубо говоря, не думаешь. Понял? Как ты будешь выглядеть? Хотя на самом-то деле, какая разница, как ты будешь выглядеть? Ну, это же на самом деле только тебя это волнует. Да, да, так есть. Комментарии читаешь? Нет. У меня времени на это нет, Данчик. Работа, работа, понимаю. Как ты думаешь, почему не расширяются? Ну, раз все загруженные инженеры, почему не взять еще одного-двух толковых, которые там дадут тебе чуть-чуть, ну, это большой вопрос, наверное, к Жене. Но как ты думаешь, почему не происходит такого? Я думаю, что если бы совсем все критично было, то расширялись бы. Раздуть штат можно в любой момент. Ну, то да. Но его нужно потом удерживать. Да. Все равно, ну, не только же на бонусах люди работают. Наверное. Как ты считаешь, на каком этапе сейчас там находится компания? На каком этапе развития? Вот ноль это прям вообще, все тухло, слабо, там сто, это прям огромный офис, тысячи сотрудников и так далее. Я думаю, что это далеко не предел. Я думаю, где-то процентов 40-50. Есть куда двигаться, есть куда расширяться. И прямо такой параллельный вопрос по поводу солнечной энергетики. Как она сейчас в нашей стране, насколько она развита? Я думаю, что очень слабо. Прям очень слабо? Я думаю, что все еще впереди. Но есть люди-скептики, это преобладающее большинство. Ну, я так понимаю, ты тоже топишь за то, что нетбиллинг даст такой очень хороший буст в этом плане. Как минимум для предприятий. Там не говорим за частные дома, на предприятии для этого они будут прям классные. Я думаю, да. Скажи, за год ты вносил какие-то поправки в работу компании? Ты там что-то придумал свое, интегрировал какую-то прикольную идею? Ну, тут я тебе честно скажу. Ты задавал мне вопрос по поводу технического понимания процесса Шарука, правильно? В принципе, за эти годы существования фирмы, фирма выстроила, в принципе, свой алгоритм работы. Который рабочий, который действительно безукоризненно работает. Поэтому тут особо добавлять нечего. Работа построена. Ну, то есть в плане операционки там еще, ну, я знаю чуть-чуть. Не касаюсь я этого, потому что я тебе не могу дать секрет. Там еще есть над чем работать, но в плане технички прям вообще все очень классно. Ну, все нормально, да, все хорошо. Ты же непосредственно общаешься с клиентами, когда приезжаешь. Ну, да. И как вообще отношения с клиентами? Как они встречают, там, ну, приехал работник, как они относятся? Насколько приятно? Я же тебе еще раз говорю, человеческий фактор. Человек человеку рознь. Но 95% это приятные люди. Крыжополь, как тебе? Каленый разочет. Любят поразговаривать с тобой, постоять, просто поговорить? Нет, ну, поговорить людям, да, конечно, хочется. В первую очередь, основная тема для разговора, это, в принципе, станция ее работы. Ну, это основная тема для разговора. А ты говоришь, там, человеческий фактор, что может что-то в стройке пойти не так. Как клиенты реагируют? Что если ты приехал, они там рассчитывают, что сегодня ты им поставишь, а ты говоришь, вот, там, не хватило кабеля какого-то, нужно ждать еще, там, два-три дня. Да, я тебе честно скажу, негативно. Точно так же, как и мы к этому, понимаешь? Ну, как-то получается заглаживать такие моменты? Не было прям скандалов? Нет, скандалов прям не было. Ну, все с пониманием относятся. Ну, все равно, ну, возникающие моменты, которые всплывают в ходе рабочего процесса, мы все равно пытаемся максимально в краткие сроки устроить. Со станциями вообще как тебе работать? Ну, то есть, насколько это тяжелее, чем просто работать электриком в какой-то направленности, на предприятии, например? Или нету разницы, ко всему привыкаешь? Работа и работа. На самом-то деле. Нет у тебя ощущения, что ты вносишь вклад в экологию? Мира. Да не, ну это понятно, это так и есть. Давай еще отношения в рабочем коллективе затронем. Давай. Чуть-чуть. Были какие-то у тебя конфликты с кем-то? Нет. Вообще никаких? Абсолютно. Ну, зная тебя, но ты же любишь пошутить где-то. Может, кому-то что-то не понравилось. Ну, пошутить и конфликт, это две разные вещи. Все адекватно относятся, все к тебе привыкли уже. В манере общения. Да, да. А что из такого приятного запомнилось? Как тебя вообще коллектив встретил? То есть ты приехал там первый день, как, типа так, кто-то приехал, непонятно кто? Или все как-то уже более-менее? Я же не в один день со всеми познакомился. Это знакомство, в принципе, протекало поэтапно. С одним, со вторым, с третьим. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да и все. Я понял, блядь. Блин, ну я думаю, на этом все. А что, ты все рассказал, не будем затягивать. Спасибо тебе за интервью. Счастья, здоровья.